привет всем девушка ксения приехала к нам из китая не знаю мы будем жить с тобой ксения после этого ты не чихаешь нет так ребята небольшое изменение в планах до я оставлю реквизиты для перевода денег на мои похороны рост у меня 180 метров 85 это для тех кто хочет делать мне гроб я оставлю завещание и ничего страшного но вот так ты выглядишь вообще отлично просто замечательно ладно скажи пожалуйста китайский язык зачем ты его изучала я скажу ксения гид которые водят китайских туристов но судя по всему и об этом мы поговорим в ближайшие несколько лет она не будет их водить и об этом мы тоже поговорим почему ты начала изучать китайский язык во-первых спасибо большое что пригласил мне очень приятно сегодня быть с вами очень не часто бывает выпадает такая возможность встретиться и пообщаться с таким удающимся человеком божечки кошечки я покрылся коронавирусом весь вот почему китайский на самом деле вопрос достаточно частый ну естественно слышит практически каждый день особенно когда китаист выглядит вот так смущение ничего страшного китайский на самом деле цели достаточно прагматичные я преследовала примерно 10-12 лет назад экономика китая развивалась бурными темпами тогда рвануло очень сильно вперед и наверное даже это был не столько мой выбор сколько выбор моих родителей они посоветовали мне поступить в университет после академической гимназии я окончила академическую гимназию при нашем университете санкт-петербургском и потом пошла вместе с на тот момент с моим молодым человеком поступать на вот так вот есть даже пошли учиться совершенно вот и ожидание были очень высокими и действительно первые наверное пять лет вообще в этом деле в китаистике они предвещали очень много всего в финансовом плане все наши коллеги которые уже к тому моменту окончили университет магистратуру и работали начали работать с китайцами очень хорошо зарабатывали и не так все радужно обстояло в момент когда я окончила университет и пошла учиться на курсы гидов переводчиков национальной школы гидов уже пошел спад очень странно наверное звучит учитывая то что мы видим каждый день огромные толпы то что мы видим последние два года особенно я в сапсане между петербургом и москвой но это спад на самом деле проблема наверное заключается даже не в количество количество как-то уменьшилось туристов а в том как китайцы в санкт-петербурге и в москве выстраивают свой бизнес вот это крайне важный момент потому что об этом уже многое кто писал и говорил но тем не менее на то есть вот эти деньги они как-то проходят мимо нас прекрасных россиян каким образом это каким образом это происходит если в общих чертах не вдаваясь в подробности это серая схема черный бизнес мафия как угодно это можно назвать факт остается фактом деньги из этого бизнеса не поступают в казну как это происходит группы которые выезжают из китая деньги оставляют все в китае все расчеты происходят в юанях на местности то есть гостиницы перелеты совершенно верно рестораны рестораны даже магазины сувенир это у них такой какой-то all inclusive trip получается все включено и они подписывают договор согласно которому они не могут тратить деньги в неположенных местах о как интересно я не знаю только в тех местах которые были прописаны фирмой и турист обязуется потратить определенную сумму денег в указанном сувенирном магазине соответственно ресторан в которых группы такие питаются они даже не являются точками питания согласно нашему законодательству они не имеют права функционировать на территории российской федерации как точки общественного питания даже не знаю можно ли об этом говорить в кадре но факт остается фактом это часто взятки санкт-дистанцией божечки это такое открытие у нас дают взятки санкт-дистанцией вот это шок контент и соответственно такие точки просто не проверяют и русским людям там дают отворот поворот мы туда не можем войти и там соответственно принять пищу а что касается гостиниц например где они живут здесь гостиницы сейчас уже в центральных городах в столице и санкт-петербурге есть большое количество китайских гостиниц такие китайские инвестиции китайский капитал очень часто в таких гостиницах могут проживать в одной комнате несколько десятков туристов то есть такие гостиницы могут функционировать по типу дормов или хостелов но опять же с жуткими совершенно санитарными всяческими другими условиями и туристов это нисколько не смущает туристов это очень сильно смущает естественно они на это не подписываются они заранее об этом не знают но они не могут ничего с этим сделать жалуются по факту уже они возвращаются в китай пишут жалобы но поскольку этот рынок достаточно не он растяжим он не ограничен своих ресурсах китайцы в любом случае будут ездить и не важно им в принципе не важно есть жалобы нет жалоб эти фирмы все равно продолжают функционировать и не в курсе ли ты это касается только россии или так происходит еще в ряде стран на самом деле и в других странах и в европейских странах существует такая проблема но в россии она более весома у нас к сожалению быть потому что система проще доступ к сердцу тех кто сидится на педистанции всех остальных я не хочу сказать что в европе не существует взяток там тоже все существует но там это просто там просто сложнее самом деле сделать вот и все крайне мере не знаю там мента вы на улице вряд ли подкупить особенно северной европе есть такая ситуация а у нас до сих пор возможно слушай ну как бы на самом деле то есть я конечно такой вау вау это все мне рассказывалось потому что ну да но потому что когда заходит речь о привлечении китайских туристов вот я в нижнем новгороде был то на самом деле я даже не не предлагал этот проект нижнем новгороде потому что я знал что деньги поплывут мимо кассы да и действительно казна и она может и получит что-то но это будет все такая хорошо а тогда что касается я прошу прощения до маленький момент радостный да хотела сказать о том что наконец-то после долгих лет борьбы упорного труда наша ассоциация во главе с викторией николаевны брогачёвой и полина рисаковой добились того что 3 марта в первом чтении будет принят закон о гидах да 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 дмитрий анатольевич анонсировал эту замечательную историю мы надеемся на ближайшие подвижки после того как этот закон будет принято мы надеемся наше сообщество гидов-переводчиков очень верит и надеется в то что туристическая полиция наконец-то заработает заработает и здесь надо пояснить опять-таки для людей кто не в теме это чисто китайская проблема на самом деле не лицензированные гиды которые прут везде иран и иран и иран и индия но началось сейчас китая китай был провозвестником этой проблемы и опять-таки расскажи про этот механизм ну я поясню для того чтобы проводить экскурсии в музеях в принципе возможно увидели мой не очень ласковый ролик про эрмитаж вам нужна лицензия на русском вы не можете проводить там экскурсию вам большинстве музеев у нас и в петербурге и москве на иностранных языках вы можете но вам нужно получить лицензию китайские гиды эту лицензию не получают и соответственно расскажи про механизм как они проникают в эти еще еще и добавь о том что ладно бы они проникали они еще иногда очень хамски себя ведут и как бы пользуясь тем что допустим он там м а ты же да они могут я знаю случай там чуть ли ну конечно прям не носили но так их угроз то по поводу того как они попадают в музей очень интересно тоже с точки зрения законодательства поскольку до 3 марта вот до до сегодняшнего можно сказать уже момента не было четко прописано в законе черным по белому о том что гидом переводчиком в российской федерации имеет право работать только граждане российской федерации слава богу вот сейчас законе это прописали до сегодняшнего момента нелегальные как мы называем черные гиды могли например нанимать себе так называемую болванку или тумбочку это подразумевает под собой это понятие подразумевает под собой лицензированного гида человека получившего лицензии прошедшего обучения имеющего соответствующее образование в качестве прикрытия то есть этот гид получает вознаграждение на свой так называемый труд и просто потому что он сопровождает группу группу музея просто на протяжении всего маршрута и как это зачастую бывает естественно ничего не рассказывает просто присутствует а рассказывает человек который не имеет права открывать даже рот и деньги это основные естественно получает тон безусловно что касается отношения к искусству и к нашим традициям русским к даже элементарно правилам поведения в музее или какое-то базовое уважение к к нам к русским к местным людям это ну к россиянам давай как бы да как к россиянам прошу прощения часто это просто отсутствует и чем это выражается например это выражается в том что пардон могут просто в туалет сходить в коридоре музей или прямо в парадном зале это очень эпично мне кажется на так особенно вот в этом в золо в большом золотом вот я бы на это посмотрел в царском селе либо же могут просто нарушать даже вот заграждение которые присутствуют перед экспонатами они могут быть просто отодвинуты и экспонаты попробовать пальцем они очень любят обязательно все всегда каждый день обтроганы толпами китайских туристов и естественно смотрители они просто не справляются с таким они очень любят красочку пополупать она дело в том что эта проблема не в туристах проблема в гиде который не может или не хочет не имеет такого желания и намерения предотвратить эту ситуацию и очень часто это заканчивается плачевными последствиями для самих туристов потому что вот например этим летом это не первая абсолютно конечно была ситуация вот турист утонул потому что он просто не знал меры предосторожности меры безопасности он не был предупрежден очень часто поскольку китайцы у них есть такая особенность у китайцев у китайских туристов они часто очень рассеянные ведут себя как дети хотя очень многие люди на самом деле возможно это не является даже особенностью именно над нации это часто и я и за собой замечаю что когда путешествую где-то и путешествую в группе внутри группы часто какой-то интеллект и самоконтроль частично может снижаться притупляются это правда я просто следую за гидом и делаю машинально те вещи которые мне говорит делать гид и да у китайцев это поскольку они такая нация их больше полутора миллиардов будем говорить откровенно их очень много и они у них есть такой момент стадного чувства они привыкли быть в социуме в толпе исследовать за это видно всегда на всех железнодорожных платформах в аэропортах это это сразу видно понимаешь что ты с ложком как бы все вокруг там вот этот вот момент и если и мне напоминать постоянно о том что нужно смотреть по сторонам то что нельзя переходить дорогу в неположенном месте то что нельзя трогать экспонаты то что нельзя простите ходить в туалет в автобусе в музеях в местах общественного присутствия что нужно уважать местное население не толкаться не нарушать по возможности границы какие-то допустимую хочу задать вопрос такой но вот я просто с этим столкнулся даже не только здесь вот запретном городе стандартный гугоня да ну вот я был не гугоня вот если идти туда дальше там на вершине кушет находится вот этот такой храм тоже это вот эта часть основная но просто там сам храм и но оттуда прекрасный вид я что-то стою и подходит китайцы который меньше меня на голову у меня такой отпихивает встает начинает фотографировать и я даже не знаю как на это реагирую да я к тому что это проявляется не только в россии они там в принципе у себя-то в внутрях как а паш понимаешь это действительно да правильно отметила у них заложено в нас воспитывают то что мы не должны нарушать границы людей окружающих нас а в них этого не воспитывают и они не знают о том что просто в других странах это нужно делать нужно уважать других людей что вообще существует понимание воду да какая-то какое-то понятие лично парни не знают об этом и если гид не предупреждает об этом то они соответственно и не выполняют элементарные правила но это может привести иногда к смерти самих туристов при этом они могут ну хорошо но а вот справлять нужду в автобусе в дворце это как бы тоже тоже но нужно опять же уточнять сделать сноски о каких туристах мы говорим если мы говорим давай как-то проклассифицируем да какие они бывают эти материковой части да как нр собственно материк провинции даже не так вот возьмем просто к нр часто вот то о чем мы сейчас тобой говорили это присуще именно туристам с материка материковой части если мы говорим о гонконге ну гонконг который и тайвань это естественно даже уже брать дальше туристов китайских так так называемых куачао это китайцы которые эмигрировали другие страны в сша в канаду стану латин латинской америки и в европу это абсолютно другие люди ничего общего не имеющие с туристами с кнр вот эти вот особенности которые ты сейчас перечислил в основном китайцев с материка вот ты сидишь сейчас такая вся красивенькая интеллигентненькая такая вот у тебя такая речь прямо все вот правильные слова подбираешь как же тебе вот работала с этими замечательными людьми все это время это наверное вопрос который можно задать не побоюсь этого слова каждому гида китаисту я думаю не только в санкт-петербурге но и в москве я помню я учился на курсе гидов перевозчика с нами тоже была красивая блондиночка китайский язык я сидел на нее и смотрел и думал божечки кошечки вот уже я представлял эту ситуацию как бы как она будет выходить еще она блондинка это еще было тогда когда они еще готовы были то есть за волосы трогать до сих пор до сих пор готова до сих пор видишь в чем дело нужно просто это знать заранее к этому быть либо готовым и уже выходить и работать либо же принимать для себя решение что ты не готов с этим справляется очень многие уходят вот именно из-за этого этого фактора а если мы говорим про финансовые составляющие они не имеют какие-то конкретные цифры но там какой-то там порядок вот вот хорошо чего это зависит это зависит конечно же вот опять же если мы говорим о классификации туристов туристы с материка это на данный момент самые невыгодные туристы для и потому что это серые схемы которые ведут к таким последствиям что это не выгодно не только для гида и для турфирма но еще и не выгодно для государства для нашего они не оставляют вообще ни копейки в нашей нашей стране это только зарплата как правило и без чего никаких чего никаких бонусов гид не получает с этих групп ну под бонусами мы имеем ввиду что обычно когда гид водят он получает там что-то с ресторана с магазина сувениркой который торгует а может еще откуда-то это но какие-то благодарности бывает мы можем получить от благодарных бизнесменов которые держат то или иное заведение и мы приводим к ним турист соответственно мы приводим денежку к ним здесь же нет здесь все какие-то наши местные структуры они исключены абсолютно из серых схем китайских они питаются ну мы поняли да об этом только в китайских ресторанах поэтому если говорим там про гонконг тайвань если мы говорим о гонконге тайвань и туристах хватало с об эмигрантах китайских они естественно уже знакомы с культурой чаевых и каждый турист если он доволен обслуживанием если он доволен организации времяпрепровождение санкт-петербурге если устраивает отношение гида гид был приветлив учтив то можно рассчитывать на благодарность в виде чаевых пропорциональном отношении поток вот этих вот из кнр и всех остальных он как вот распределяется он так примерное не требует каких-то точных цифр но на твой взгляд вот моем понимании по опыту по ощущениям и думаю что таким образом 85 процентов 85 87 процентов это материк материковый китай и все остальное 15 15 процентов тайвань гонконг и другие страны ну получается что основная часть работы все равно с этими прекрасными людьми которые сейчас прости что тебя перебила в основном работают на таких группах именно нелегальные нелегалы у русских гидов работы очень очень понятно у тебя не было в какой-то момент такого желания ну вот например наш император николай второй японцев ласково называл епошками и в этом было не столько ласка сколько действительно такое шовинистское презрение к этим людям которых он еще называл макашки вот следуя этой замечательной великорусской традиции у тебя не было желание как-то посмотреть ах ты узкоглазая и вот как бы плюнуть на все уйти и да пошел ты вот идут они в неве лучше очень интересного когда ты очень-очень сильно устал когда ты вот прям отпахал знаешь пять групп подряд причем групп так называемых неделек когда ты вот только проводил группу семь дней и увел уже сидишь где-то в старбаксе в аэропорту с двойным эспрессо через час у тебя прилетает еще одна такая же семидневная группа ты думаешь о том что ну если там какие-то вредные были туристы которые выносили мозг они очень часто выносят мозг то бывает иногда посещает такая мысль но на самом деле все-таки работа очень драйвовая заряжает вот этот вот обмен какой-то ну все гидов на самом деле работа поэтому они работают хотя по факту очень часто профессии неблагодарны если так вот честно вот чем они выносят мозг например эти китайцы ну вот то что ты сказал они могут пытаться как-то тебя потрогать как-то расспросить тебя очень им интересно твоя вот личная жизнь они спрашивают все буквально там до мелочей там а папа мама замужем не замужем братья сестры сколько ты зарабатываешь когда в какое время ты завтракаешь обедаешь ужинаешь вплоть до вопросов там ходил ли ты сегодня в туалет вот такие вот вопросы порой поступают от туристов и для неподготовленного человека морально так сказать это может быть шоком хорошо слушай я слышал что в китае какой-то вирус не знаю в курсе ли наши зрители корона корона на голове корона да как это отразится на индустрии туризма китайского у нас стране проблема очень серьезно сейчас уже становится понятно статистические данные абсолютно не отражают реальную ситуацию по заболевшим и то есть их там на самом деле гораздо больше погибшим люди погибших больше этого вируса по этому правительством российской федерации было принято на днях решение о тотальном закрытии границы с хнр и есть такая вероятность что китайцы не поедут даже не только этим летом никуда они будут все заперты в китае но есть такая вероятность что это затянется до следующего сезона это в лучшем случае хорошем раскладе до следующего сезона китайцев не стоит ждать то есть это и коллеги которые водят туристов на английском французском турецком не знаю албанском и тарабарском языке могут вздохнуть спокойно теперь есть такая вероятность что они будут избавлены от этого хорошо слушай ну вот последний вопрос до тебя вообще все таки но ты жила в китае прочее да вот ты бы как описала бы вот эту страну вот не знаю там вася села кукуева приехал и про китай знает только что там брюс фи вот пуховик у него оттуда ну вот еще сосед на лифане ездит скажем вот это собственно все его понятия о китае но то что у них еще глаза вот такие вот да вот ты ну все таки вот за это время тебя же сформировалось какое-то ощущение проще вот ну например в разрезе того хотела бы ты или нет жить в китае и почему поняла твой вопрос очень важная причина почему нет да я не хотела жить в китае это основополагающий фактор почему нет ужасная экология да это правда тот отрезок тот промежуток времени все вот в китае это 2013 2014 года я жила в пекине по большей части я путешествовала конечно но в основном жила в пекине и наш ситуация с воздухом она примерно в двух словах выглядит так с понедельника по пятницу ты выходишь из дома из общежития протягиваешь руку и практически не видишь свою свою ладонь в субботу воскресенье когда завода останавливать свою работу на выходные дни небо рассеивается то есть ты можешь даже вот какие-то кусочки кусочки это голубого неба разглядеть в лучшем случае на день это очень тяжело и морально это очень тяжело потому что в питере конечно что нету солнца нас нехватка витамина d но там это не но здесь это жопа в ноябре декабре все-таки где-то начиная с второй половины января и февраля там уже февраль там же как-то более-менее но это же как-то скажется потом на их потомстве на онкологии на всем остальном мы обсуждали это пока что не сказывается пока что геометрической прогрессии пока они плодятся как прекрасные не буду говорить это опять они обвинят там фашизме расизме прекрасно к ним отношусь я здесь изучал источные наборства но съездил туда и как-то он на тоже пересмотрелся отношения к китаю ну а чем же ты теперь будешь заниматься я помимо помимо работы гидом еще преподаю китайский язык в школе преподаю в частном порядке в университете преподаю китайский поэтому я думаю что буду продолжать преподавать вот и возможно появится время для какого-то хобби который впоследствии может быть перерастет во что-то большее в какой-то бизнес возможно стану предприниматель инстаграм блогерша ну и хорошо вот на этом оптимистичной ноте мы будем заканчивать сейчас будет небольшой анонс от меня значит друзья мои напоминаю что у нас 2 4 мая тур в город петербург дальше 9 марта в принципе группа набран набрана но там еще есть пару мест в берлин мы едем 19 октября едем в вену в конце ноября едем еще раз берлин в конце января 2021 года париж в марте 2021 года прага да это что касается вот таких глобальных планов что касается не глобальных планов то не знаю когда выйдет этот ролик на всякий случай 1 марта знаковая экскурсия 1 марта 1881 года убийство александра второго это классическая экскурсия первый раз я провожу ее в такую дату 7 марта мы поговорим про международный женский день мы начнем ее почти у аларчинских курсов бывших там где училась софья львовна перовская это начало высшего женского образования но и погуляем по коломне экскурсия называется от проституции до терроризма 22 февраля в москве лекция про материка шестинского николая второго мифы и факты традиционная библиотеки имени толстого на кутузовском проспекте в общем все анонсы и прочее прочее есть вот там внизу оставляйте ваши вопросы комментарии большое спасибо нашей очаровательной ксении на этом все комментарии пока а